14 июня 2017 года в эфире информационная война. Здравствуйте! Наша программа миролюбива, однако мы иногда анализируем вещи, которые ведут к войне или к какому-либо обострению. Наша основная задача это умиротворить буйных и в то же время сделать так, чтобы общество развивалось без потрясений. 12 числа мы с вами отмечали День России. Это большой праздник, который задает вопросы самоидентификации. В Москве произошли несанкционированные, один был санкционирован, а второй несанкционированный. В общем-то движение Навального, фонд борьбы с коррупцией, организовали вот эти мероприятия и на Тверской произошло несанкционированное шествие молодежи, чем-то очень напоминающее события 26 марта этого же года, в результате которых случилась достаточно интересная вещь. С одной стороны, люди в Москве, привыкшие за последние годы к массовым гуляниям, к праздникам, к ярмаркам, ко всевозможным мероприятиям, проходящим в столице нашей Родины. Это мирный город, это город бурно развивающийся, это город, в котором можно ночью спокойно гулять и при этом не быть там, ну не то, что, например, сейчас происходит в Киеве, хотя когда-то и Киев был достаточно мирным и безопасным городом. И вот во время этих гуляний, во время праздников вдруг сталкиваются две колонны, и дело доходит до конфликтов, до того, что полиция достаточно жестко запаковывает в основном молодежь. Вот это событие, оно очень интересно с точки зрения информационной работы с населением и с точки зрения того, что мы можем предпринять, потому что проблема, озвученная или сформировавшаяся, или проявившая себя в понедельник, 12 числа, она очень напоминает буквально по методичке события лета и осени 2013 года на Украине, когда перед Майданом шли подготовительные мероприятия, направленные на то, чтобы дискредитировать силовые ведомства, направленные на то, чтобы проявить актив молодежных организаций, особенно организаций вузовских, особенно школьников и так далее, и так далее, и так далее. И вот если посмотреть на эти события с точки зрения того, что у нас, пример показывает, да, соседней страны Украины, что нам предстоит и что нам грозит, то в этом смысле стоит задуматься над методикой структурной организационной работы для того, чтобы такие вещи не допускать. Понятное дело, что мы все прекрасно понимаем, что движение борьбы с коррупцией, которое очень громко заявляет о неполадках в системе управления, о том, что сдоимствуют там отдельные чиновники, нужно сказать, что сама по себе эта подача, она не нова. Люди действительно устроены так, и я вам скажу, что многие из нас с вами, телезрители, так устроены, что если им доведется побывать во всевозможных властных кабинетах, особенно тех кабинетах, которые, например, контролируют финансовые потоки сверху или снизу, то внутренне готовы многие поучаствовать в этих коррумпированных схемах. И нужно сказать, что люди, которые представляют фонд борьбы с коррупцией, они, в общем-то, ничем не отличаются. Весь смысл заключается в создании системы сдержек и противовесов, при которых люди будут заниматься не только своим обогащением, но будут, например, исполнять свои уставные или функциональные обязанности. Но это так, прелюдия, да? Вообще, повод борьбы с коррупцией часто используется в конкурентной борьбе, поскольку речь сейчас идет о борьбе за власть, речь идет о том, что мы вступили в предвыборную президентскую кампанию, которая произойдет, в общем-то, финализирована будет в начале 2018 года, помните, да, в день присоединения Крыма к России. Так вот, поскольку речь идет о борьбе за власть, то здесь все средства хороши. Лозунг о том, что коррупция и все, что было написано, да, у этих митингующих товарищей, он, конечно же, звучит красиво, но на самом деле не отражает сути происходящих процессов. А с точки зрения того, что опять отмобилизованы школьники и студенты, то это указывает на наше упущение в информационной работе с населением и, прежде всего, с молодой аудиторией, которые впору задуматься, как исправлять. Смотрите, получается, что эти люди, которые вышли на несанкционированное шествие на Тверскую, собранные и организованы каким-то образом, который на самом деле не лежит на поверхности. Никто не опубликовал в газетах объявления, что там и там собраться. Мы с вами получаем канал связи и управления, который использовался на секундочку и во время арабской весны в Алжире, в Тунисе, в Ливии, в Египте и в той же Сирии. То есть вот эти все акции неповиновения, они получаются, организовываются при помощи каналов управления, созданных на Западе и созданных, фактически, получается, с западными спецслужбами. То есть получается такой многослойный пирог. На верхнем этаже мы кричим и маскируем наши истинные цели. На втором этаже мы мобилизуем самую политически неграмотную часть населения, которая называется молодежь. Что такое молодежь? Молодежь – это люди, у которых в голове праздники, секс, Муз-ТВ, премия Муз-ТВ. Посмотреть какие-то блоги на Ютубе, съездить куда-нибудь на море, выпросить у папы машину. И, в общем-то, жизнь достаточно праздная. Я хочу сказать, что если молодой человек в возрасте 18 лет занимается каким-то бизнесом и чем-то занят непосредственно производительным трудом, он, например, создает молодую семью, зарабатывает себе деньги на новый автомобиль, ему просто некогда участвовать в таких шествиях. Для него это слишком роскошно – тратить такое количество времени, да еще потом быть запакованным в автозак, да потом еще делать селфи внутри этого автомобиля и всем демонстрировать, какой он герой. Это юношеское или даже подростковое страсти. Но с учетом того, что молодежь, получается, подпадает под влияние людей, контролирующих интернет, вот не более и не менее, то мы должны с вами каким-то образом компенсировать это отставание. Как говорил Иосиф Александрович Сталин, если мы не сделаем вот этот вот рывок, то нас могут смять именно с точки зрения вот этого поколения. У нас может быть все хорошо в 18-м, 19-м, 20-м, в 21-м году, да? Но вот эти люди, которым сегодня лет по 16, по 17, по 18, через 5 лет, через 4 года, они будут вот как раз теми самыми основными, основной кадровой базой, которая делает Майдан, и на которую сейчас делается опора. Вот представьте себе, как происходит сейчас воспитание этой кадровой базы. Молодежь, которые вдруг рассказали, что им дадут денег, а там материальный интерес, он пресловутый, он обсуждается на каждом углу. Навальный нам обещал по 10 тысяч евро, если нас запакуют, и мы покажем селфи. Вот все очень просто, да? Вот эти люди, которых сейчас запакуют, у них складывается определенный стереотип психологический, да? Это борцы с несправедливостью, с засилием властей. Через 4 года это и будет та основная кадровая база, которая на сегодня, например, создается в батальоне Азовы, в политической партии, которая создается на основе батальона Азов. То есть происходит подготовка кадровой базы. Это подготовка, помимо того, что вот такие вот ивенты и мероприятия, и там происходит закалка, обучение, проверка слаженности, проверка средств связи, каким образом через смартфоны, через социальные сети, Twitter, Facebook, Instagram, основные три канала, да? Каким образом, ну и всевозможные интернет-рации, Telegram, там и так далее, и так далее. Вот каким образом происходит слаженность для организации всевозможных уличных акций неповиновения? Хочу сказать, что с другой стороны, у нас есть же такие подразделения молодежные из патриотического крыла, которые себя не так уж активно проявляют пока что, но тем не менее, там точно такая же система. Происходит вообще-то риск, который стоит озвучить и осмыслить, связанный с тем, что когда будет выкована праволиберальная прослойка молодежи, которая пока что сейчас выходит без бит и не кричит там «Слава Украине! Кто не скачет, то и Москаль», да? Как это было в Киеве. С этой стороны выковывается тоже достаточно энергичная, местами очень невменяемая прослойка и лидеров, и их последователей, которые кричат, что там «Путин, введи военное положение, мы будем бить каждого, который против», вот таким вот образом выращиваются два стравливающих крыла, которые могут устроить в городе вакханалию, да, и таким вот образом повлият на устойчивость управления вообще всего государства. И в этом смысле нам сейчас нужно предпринять определенные действия, которые будут направлены на то, чтобы это пресечь. Понятное дело, эти действия было бы хорошо, если бы были ресурсы обеспечены, то есть если бы они, например, каким-то образом были оплачены, тогда можно было бы привлечь к этому, к моделированию и к управлению, можно было бы привлечь и специализированные учреждения. Но поскольку этот вопрос висит в воздухе, и, в общем-то, ожидать там пока что ничего не приходится, нам с вами нужно подумать о безопасности государства с точки зрения партизанской работы в информационных сетях. То есть, как ни крути, на сегодняшний день сложилось катастрофический перевес в головах молодежных на Ютубе. То есть, если взять в Ютубе, вбить топовых блогеров, их там примерно будет 100 с небольшим, 120-125, это топовые блогеры, это те блогеры, у которых подписчиков больше миллиона. Миллион и выше. И вот посмотреть и взять, дать себе труд один вечер, посмотреть ролики, ну, хотя бы первой десятки или первой двадцатки, то я вам скажу, что там либеральная идеология сквозит из каждого отверстия лица. То есть, получается ситуация, при которой люди набрали колоссальную аудиторию, превышающую аудиторию многих федеральных каналов на том же Ютубе. То есть, очень интересная ситуация. Телевизионные каналы, как традиционный канал доставки информации, смотрят люди в возрасте 35+. Может быть, 25+, но и то не все. Федеральные новостные, вот уж точно, зрители ТНТ смотрят так, вот мельком на уровне пролистать с пульта. А вот спикеры, ораторы, которые вещают на этом же Ютубе о либеральных ценностях, о том, как потратить деньги, как хорошо выглядеть, как принять ванну, да, какие гаджеты использовать, кто такие нищеброды и как они нам не ровня, ну и так далее, и так далее. Как должно быть устроено государство на очень поверхностном уровне, который сразу выдает, что эти молодые люди сами никогда ничем не управляли, и даже жены не имеют у себя на кухне, которые бы можно было бы поуправлять, а только рассуждают общими фразами, которые в них кто-то вложил. Ну и кто-то помог им и раскачаться, и набрать вот эту вот аудиторию при помощи своих роликов. Это ж на самом деле не только труд человека за кадром, вернее в кадре. Это труд еще людей, которые правильно посевают, правильно ставят теги, правильно делают весь вот этот комплекс действий, который позволяет очень быстро засветиться на Ютубе и набрать необходимое количество подписчиков. И вот в этом смысле мы с вами отстаем. То есть среди этих топовых блогеров, миллионников, людей с патриотическим мышлением, людей, которые рассуждают трезво, людей, которые понимают что-то в управлении, а чтобы они понимали, их надо научить. А этому нигде не учат, ни в школе, ни в вузе, только внутри кланово-корпоративных группировок или отдельных групп, где есть наставник и несколько мальчиков и девочек, которые себе там пишут блоги. Получается, что у нас есть кусок работы, который мы не сделали. Мало того, что мы его не сделали, мы даже себе таких задач не ставили. У нас есть определенное технологическое запаздывание. Это технологическое запаздывание связано с несколькими факторами. Мы все время бьем по хвостам. То есть наши противники делают ход, мы его анализируем, пытаемся его догнать и что-то предпринять в смысле контрдействия. А в это время наши противники делают еще один ход. И этот ход делается в средах, которые высокотехнологичные, которые разрабатывались на Западе, которые мы с вами осваиваем, так, ну как бы побаиваясь и с опаской. И получается, что если учесть, что руководители определенных направлений в государстве, в определенных государственных службах, которые отвечают за это направление работы, да еще и сами получаются технологически отсталые, очень многие руководители на сегодняшний день с интернетом не дружат, даже сами не печатают в Орде свои документы, они отсутствуют в социальных сетях, то получается, что люди, которые по идее могут выделять деньги для такой работы, они не приспособлены к этой работе чисто в силу того, что они там сами не живут, они даже не могут представить себе весь масштаб проблематики. Какую бы справку, какую бы аналитическую записку на стол такому руководителю не положил, он до конца не поймет, а зачем это надо. Ну зачем нужно выделять деньги? Представьте себе, давайте сформулируем задачу. Предположим, для того, чтобы за летние 2-3 месяца сформировать определенную группу блогеров, которые должны выстрелить, которые должны появиться в информационном поле, в музыкальной сфере, в сфере туризма, в сфере предпринимательства, потому что молодые это люди с желаниями, которые у них, как правило, нет возможности оплатить, поэтому все, что связано с заработком денег для молодежи, это интересно. В сфере кино, в сфере критики, в сфере отношений. Вот тематические ниши, по которым блогеры современной в возрасте 18 лет могут выстрелить. Так вот, для того, чтобы создать такую группу, нужно написать аналитическую справку и положить на стол, и еще не факт, что люди поймут, потому что у них опыта нет. Они понимают, что это какая-то жизнь потусторонняя, которая устроена каким-то образом, но как она влияет непосредственно на него, он даже понять не может. И у нас получается технологическое отставание в том смысле, что мы, может быть, даже сами развитые блогеры, мы сами что-то делаем в сети, но мы в результате нашей неорганизованности, неслаженности, неструктурированности все равно запаздываем за организованными шагами обратной стороны, а опереться на плечо, которое может сделать структурную, организационную и финансовую поддержку такого контрдвижения, мы не можем. И поэтому нам с вами нужно структурироваться и нужно на уровне единичных педагогов. Вот есть у нас, например, несколько отдельных блогеров, которым там 35-40, 45-50, да? Предположим, что эти люди пишут видеоблоги в Ютубе. Хочу сразу обратить внимание, что в данном случае мы говорим не о пишущих блогерах, ни в коем случае, то есть блоги, да, у нас и день блогера есть, и есть фестивали, Крымблог там и так далее, и так далее, но речь в данном случае идет о знаковой системе в виде буковок, то есть люди читают блоги. Маркетинговые исследования показывают следующую вещь. Если ты написал блог, да, самый ударный, и там у тебя более 100 комментариев, то общее количество просмотров и того, что, факт того, что прочитали твой текст, количество людей, прочитавших твой текст, не будет превышать 3 тысячи. Никогда. Ну, просто потому, что люди современные читают мало, у них там есть определенный психологический объем, выше которого читать надо прикладывать усилия. Соответственно, текстовый блог – это узконаправленная мера воздействия на очень узкую аудиторию и широкого охвата, миллионного, не достичь. Сделали эксперимент, что когда человек написал блог, а потом его зачитал, причем неважно, с лицом в кадре или из-за кадра, и просто показана картинка, где этот блог опубликован в живом журнале или в какой-то другой социальной сети, то тогда количество просмотров быстро, взрывным образом увеличивается примерно в 10 раз. Там до 3, а здесь до 30. Может быть количество просмотров. Это не факт, что они будут сразу, понятное дело. Необходимы большие мероприятия для того, чтобы продвигать ролики. Но тем не менее, любая визуализация, картинка, видео, статичная картинка, она работает на порядок лучше, и она работает на восприятие. Кроме того, у очень многих людей на мобильниках есть 3G интернет, а у многих и нет, и поэтому вот такие ролики, хотя бы с наличием голосовой связи, ну типа радио, типа рации, они тоже повышают восприимчивость к этой информации. Так вот, о видео я вообще не говорю. То есть хорошо поставленные, хорошо снятые ролики с очень правильными дикторами, этими же блогерами, они работают еще более эффективно, и вот там вот и появляются вот эти возможности с миллионной аудиторией, когда на этот канал подписываются люди ради того, чтобы посмотреть этот увлекательный сериал вот именно с этим ведущим. Так вот, для того, чтобы нам управить ситуацию, которая проявилась в очередной раз 12 июня на Тверской, нам с вами нужно задуматься над тем, чтобы выявить группу педагогов, причем сетевым образом разрозненную во всех регионах России, и прежде всего в городах-миллионниках Питер, Москва, Екатеринбург. Вот эта тройка. Безусловно, и Краснодар, и Самара, и все остальные миллионники, но вот эта тройка основная, она государствообразующая, и по отдельным косвенным разведпризнакам, иностранными спецслужбами рассматривается как основные города, в которых могут происходить акции неповиновения с большим участием больших масс молодежи. Так вот, именно в этих городах нужно создать определенных педагогов, которые бы подтянули развитых говорящих детей, детей активных, детей, которые участвуют в художественной самодеятельности, но которые в силу своего возраста еще не знают, куда применить свою недюжинную энергию. С этими людьми нужно провести определенные, ну и учебные, и организационные мероприятия, для того, чтобы дети завели себе наконец-то почту в Гугле, если у кого-то еще нету, да, завели себе канал на Ютьюбе, как основной канал доставки информации молодежной аудитории. Ютьюб сегодня — это, ну, вершина, вершина всего айсберга всех социальных сетей. Если посмотреть, что дети смотрят в основном в своих гаджетах, в телефонах, в планшетах, то там Ютьюб номер один. И если посмотреть на графу «просмотренные», что дети смотрят, это тихий ужас. Вот именно в графу «просмотренные» нам нужно прикладывать основные усилия для того, чтобы ввести моду и на уровне клипов, и на уровне музыкальной культуры, на уровне фильмов, на уровне, я извиняюсь, матерных мультфильмов. Вот эта студия украинская, да, которая делает черно-белые матерные мультики, которые в очень стебном юмористическом ключе, да, описывают историю, описывают социальные процессы. Вот это и есть тот основной хлеб, которым питают мозги молодых. Вот именно с этой точки зрения очень грамотные психологи и представители западных институтов, изучающих славян, они ходят в технологиях, к которым мы еще даже не приступили. И нам с вами нужно подумать и о тех людях, которые будут работать с нашими блогерами, и о тех людях, которые будут создавать заводы по производству юношеского и молодежного контента. Это не только юношеские фильмы или детские фильмы, это еще и мультфильмы, и коротенькие фильмы, и блоги, и коротенькие документалочки, да, и огромное количество блогеров, как заводиков по производству контента. Именно этот контент может привести к той ситуации, что мы сможем каким-то образом повлиять на вал молодежи, выходящих на Тверскую. Более того, мы можем повлиять не только на то, чтобы они туда не выходили, мы можем повлиять на то, чтобы они остановили людей слева и справа. Кстати, в этом смысле показателен опыт американской, вернее, британской контрразведки в 60-е годы, когда ситуация была примерно та же, только социальных сетей еще не было. Был бэби-бум, и 18-20-летние 60-ники, да, они, в общем-то, горели большими там социальными изменениями, у них была картинка будущего, они хотели построить общество справедливости в своем понимании, да, и тогда, понятное дело, что представление об обществе справедливости в то время, оно было, ну, тоже своеобразным, молодежь, она до конца не понимает всей жизни, потому что нет опыта прожитого в тех или иных различных ситуациях, производственных, управленческих, семейных, личных, вот все задачи жизненные, которые нужно за жизнь решить. Молодежь, как правило, имеет очень поверхностное представление, ну и, соответственно, поверхностную картину мира, которую нужно таким вот образом устроить. И если предположить, что вот эту энергию, а молодые люди, особенно структурированные, это колоссальная социальная энергия, и вот если эту энергию оседлают, какие-нибудь там прокоммунистические, это про 60-е годы, я говорю, западные, ну, восточные спецслужбы, да, то тогда можно и порушить государственный строй. И тогда Великобритания, ее контрразведкой разработала вот этот инструмент, который назывался хиппи, который назывался музыкальная культура шестидесятников, когда была внедрена вот эта практика больших концертов на стадионах, когда были изменены определенные гармонии музыки, да, и когда было проведено исследование, на какую музыку реагируют женщины молодые, да, на какую музыку реагируют мужчины, что удерживает людей на стадионах. Это все технологическая, институтская работа, которая была реализована и оформлена в конкретные группы, которые сегодня считаются легендарными. Но в результате того, что был комплекс мероприятий, и англичане не постеснялись еще и применить наркотики для того, чтобы канализировать избыточную массу молодежи, а для Британии, для сколько там той Британии, количество молодых в то время было, ну, запредельным. Они сделали так, что, в общем-то, шестидесятники закончились, и ничего не произошло. Я не призываю ни в коем случае поступать точно так же, но подумать о том, как канализировать эту избыточную энергию, которую сегодня управляют западные спецслужбы, естественно, маскируясь под всевозможные фонды по борьбе с коррупцией, а борьба с коррупцией – это у нас всегда элемент конкурентной борьбы за власть. Вот как ни крути. Конкурентная борьба за власть – это и есть основная пружина того, что произошло на Тверской, или того, что произошло в Минске и Москве 26 марта этого года. Соответственно, для того, чтобы не спорить ни о чем, нам нужно просто включиться в эту работу, нам нужно войти в YouTube, нам нужно создать кадровую базу педагогов и исполнителей, вот тех самых детей, которые будут понимать. Не надо из-под палки, не надо им говорить «делай вот так». Нужны люди убежденные, которые понимают, в чем состоит устойчивость управления российского государства, какая картинка будущего ждет непосредственно их и с их помощью, их сверстников слева и справа, и таким образом создать информационное поле, при котором быть либералом станет стыдно. Быть человеком «мы не сеем, мы не пашем», а только ходим на Тверскую с гаджетом за 60-70 тысяч рублей – это стыдно, это нехорошо. То есть это называется «не дееспособный человек, который слышал звон, не знает, где он, и позволяет себя использовать в чужих оперативных играх». Вот главные выводы сегодняшнего эфира, которые я хотел донести, это то, что мы не работаем в социальных сетях, у нас нет кадровой базы топовых блогеров-миллионников, и это, конечно, никого не стыдит, но над этим стоит задуматься, потому что именно через этот канал наши противники будут управлять нашей молодежью. К чему это может привести в ближайшей пятилетней перспективе – это очень большой вопрос. Сегодня 14 июня 2017 года. Мы с вами говорили о событиях на Тверской 12 июня, в День России. Давайте подумаем, что мы можем в организационном смысле предпринять. Спасибо за внимание.